Сегодня на гостях Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского окраина. Ну, понятно, что первого вице-губернатора мы позвали по более серьезной причине, но все-таки для начала. Вот вы считаете, как вот модное сейчас такое поветрие дарить деньги, а не вещи? Вам нравится, нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что дарить деньги – это неплохо, но если к вопросу голосования, то нужный подарок, он будет всегда уместен, но и деньги в хозяйстве никогда лишними. Не будут, лишние копейки не бывает. А вот я с вами согласен, абсолютно. А еще иногда интересно бывает, когда вроде бы родственники встречаются, и каждый друг другу конверт передает, а там одинаковая сумма. Вроде бы и подарки сделали, а вроде бы никто ни в чем не потерял. Тоже хорошо. Но остается внимание. Да, это правда. Единственное, что когда вот даришь вещи, конечно, можно выбрать что-нибудь недорогое, но вот выглядящее, да, вот такое. Ну, да. А вот если деньги, там вот какую сумму, ну, я думаю, рублей 500 для… нормально? Для друзей. А, так можно было, да, рублей 500 для друзей? Я просто, ну, меньше двух тысяч нет, а если уже такие друзья более близкие, то там, ну, можно и пять, и десять тысяч. Это все зависит от того, как позволяют ваши возможности. Ну, как бы то ни было, хабаровские пенсионеры, непривитые пенсионеры, получили подарок, если не ошибаюсь, 2000 рублей, да? С этого, пожалуй, начнем. Давайте начнем. Ну, заговорили о стимулирующей мере. Это не подарок, а стимулирующая мера. Почему? Потому что ситуация налицо. У нас есть статистика. Ну, практически сводки с полей военного времени, да, у нас 360 заболевших на 100 тысяч человек, и львиная доля заболевших – это люди преклонного возраста, да, наши старшие. Это проблема. Относиться к неравнодушным? Нет. Губернатор пошел на такие меры. Поэтому будут действительно введены дополнительные выплаты, 2000 рублей в качестве стимулирования. Здесь надо понять, что с этой нечистью надо бороться, и выход какой? Коллективный иммунитет, способ, прививка. А есть ли данные? Надо прививаться. Примеров много. Есть страны. Это и Япония соседей, и Швеция, да, где показатель на сегодняшний день ниже за счет коллективного иммунитета. Я дважды привит, да. Михаил Владимирович Дегтярев дважды привит, ревакцинирован. Поэтому, ну, надо прививаться, надо беречь себя. Это проблема очень большая. С ней надо бороться. Есть ли какая-то статистика? Потому что мне кажется, что люди пожилого возраста более ответственные. Уже там почти все привиты. Ну, вот из тех людей, кто там в моем окружении, люди старшего, да, преклонного возраста, я даже не знаю ни одного непривитого. Ну, может быть, там только моя бабушка, которая уже к 90 годам ближе, но ее там оберегают, пытаются, чтобы она оставалась в самоизоляции. Много ли людей, вот, многим ли людям нужна эта вакцина? Вот сейчас какое количество? Знаете, к сожалению, много. И факты имеются непрививающихся, в том числе людей взрослых. Ну, вот, я думаю, что какие-то точные данные будут представлены отраслевым министерством, да. Но надо понимать, что необходимо активизироваться. Почему? Потому что те, кто привиты и заболевают, они переносят заболевание гораздо легче. Практически часто где-то и бессимптомно. Ну, и сразу вопрос. А те, кто привился раньше из пожилых людей, они уже выплату не получат? Только при ревакцинации? Ну, здесь можно сказать, к сожалению, нет. Мира, она внедрена сегодня. Утверждена она сейчас. Поэтому будет касаться тех, кто будут прививаться. Ну, вот так. Хорошо. Вы знаете, а вчера нам много писали по поводу противоположной меры, что вот пожилые люди из группы риска, конечно, которые не привиты, вот якобы не будут получать вот на транспортные выплаты. Это правда или нет? Знаете, здесь все опять идет от заботы, в первую очередь, да, и об обеспечении безопасности. Опыт такой применялся Москвой на более ранней стадии. Он себя показал положительно. Почему? Потому что на спад пошла заболеваемость. Применялся он в Москве в отношении школьников и людей пожилого возраста. Поэтому здесь от чего отталкиваемся? Что если вы не привиты, это повышенный риск. Если риск повышен, значит, лучше избежать посещения общественных мест, чтобы не заболеть. Наверное, лучше поберечь себя, в том числе дома находясь. Но никто не запрещает им ездить, да, соответственно? Ну, просто за свой тогда счет уже. Да, ну и надо привиться. Нет, я полностью с вами согласен. Кстати, когда мы в очередной раз обсуждали, как добиться вакцинации, люди писали, кстати, несколько человек предложили, вы бы сначала сделали эту прививку платной, а потом для некоторых категорий сделали ее бесплатной. Все бы просто ломанулись прививкой. Да и вот вы сказали платной, да, несколько примеров стран я привел, но там ведь стояли очереди, люди готовы были заплатить немалую плату за то, чтобы получить прививку, возможность прививки. Бывшие хабаровчане, которые сейчас живут в Новой Зеландии, Австралии, они говорят, что вы не понимаете своего части, там это за деньги, либо огромная очередь приходится ждать. Ну, давайте вернемся к программе стратегического развития края, которую губернатор хабаровского края представил на прошлой неделе. Мы вас позвали потому, что вы, насколько я знаю, ответственны за ее выполнение, да? Там очень много пунктов, ну как, там пять инициатив, очень любопытных, это жилье, интересная работа, ну, вообще. Главное, что хабаровский край должен стать комфортным для проживания, да, если двумя словами сказать. Обобщили я ответственно на все правительство за реализацию, да? Я, как первый вице-губернатор, являюсь по должности главой администрации. Вот как администрация, конечно, мы являемся проводниками решений губернатора и отвечаем за контроль исполнения поручений, да? В этой части, конечно, функции у нас широкие. Здесь самое главное сказать, что представлена стратегическая программа на пять лет. Она понятная, все цели измеримы, определены сроки и закреплены ответственные, да? Цели измеримы – это километры, значит, связь, мосты, сколько их должно быть построено, когда, за 4 часа в любой конец, сколько метров жилья и какой должна быть стоимость, какой зарплата. Поэтому вот эта измеримость, она все-таки дает возможность построить отраслям точные планы. Поэтому в этой части, конечно, за контроль мы отвечаем. Как будем контролировать? Жестко, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально. Ну, в связи с тем, что цели понятны, и за это губернатору большое спасибо. Говорит, все правительство и все, кто отвечают за исполнение, да, поэтому и контроль будет понятен, да? Результаты, они измеримы, вот, а не, так сказать, какие-то проекты, о которых надо думать. Что же касается дополнительной моей нагрузки, то, конечно, есть и проекты, за которые я отвечаю непосредственно. Ну, будем работать, нам цели там тоже понятны. Ну, вот вы проводили аналогию с майскими указами президента, и мы знаем, что если кто-то из чиновников не выполнял, там и постов лишались, будут ли увольнения, возможно, да? И не бойтесь на свой пост. Потому что тоже тогда могут уволить, если вдруг не выполнится. Да, ну, я думаю, что губернатор нам всем ясно дал понятие. Очень хорошая параллель с майскими указами президента, потому что там майские указы, у нас декабрьское распоряжение губернатора было подписано, в тот же день закреплена ответственность. Вот что, мне кажется, нам губернатор дал понять, так это то, что от ответственности уйти не получится, и вылетят все, как миленькие, без исключения, в том числе, естественно, и я. Но я могу сказать, что я буду очень стараться работать качественно и свои проекты реализовывать. Я люблю свою работу и очень уважаю тех людей, в отношении которых мы делаем все наши проекты, чтобы их жизнь улучшилась. Поэтому здесь без исключения не справились на вылет. Я думаю, гадать не надо. Я хочу сказать, что все вы можете оказать Александру Никитину помощь в контроле за выполнением этих задач, потому что у Александра Александровича есть, естественно, сейчас у всех практически членов правительства есть страничка в Инстаграме, можно ее показать. Вы знаете, я дополнительно даже скажу, что я на странице разместил отдельно свой блок проектов, за который я отвечаю непосредственно, и действительно всех приглашаю посмотреть, пометить для себя. И на что еще необходимо обратить внимание. Михаил Владимирович в рамках расширенного заседания, в таком послании, он обратил внимание всех на то, что стратегические линии, они берут свое начало из инициатив, которые прозвучали в свое время на Народном Совете, как мы с вами помним. Вот здесь, наверное, может быть, это будет импульсом к тому, чтобы и Народный Совет трансформировался из Народного Совета в народный контроль условный. И здесь действительно все средства хороши. Люди могут наблюдать реализацию проектов, они могут видеть отчетность о реализации этих проектов, в том числе и через социальные сети, которые есть сегодня у всех органов исполнительной власти, и в том числе у всех крупных руководителей. Поэтому я всех призываю, пожалуйста, пишите. Я лично просматриваю директ, напрямую все обращения, лично отвечаю. Ну и, конечно, есть главный контроль генеральный, это обращения напрямую к губернатору, там также рассматриваются в индивидуальном порядке все обращения. Ну да, я сейчас элементарно нашел, просто в поиске вбивайте Александр Никитин, и, в принципе, вот одна из первых страниц поиски. Ну и мы адрес на всякий случай в Инстаграме написали, в течение программы можете посмотреть. Знаете, одна из интересных задач, это к 2030 году Хабаровск должен стать все-таки городом-миллионником, об этом неоднократно говорилось. Но вот интересно, за счет чего это будет реализовываться? Неужели за счет приезжих из ближнего зарубежья, ну и дальнего, например? Или дальнего. Это неплохо? Вы считаете, что это плохо? Ну, мне бы хотелось, чтобы люди, ну скажем, вот нашей культурной составляющей, я понимаю, что Россия огромная, многонациональная страна, здесь огромное количество различных элементов, и хотелось бы, чтобы люди с российскими паспортами все-таки становились новыми жителями Хабаровска. Страна многонациональная, многоконфессиональная. Да, абсолютно, конечно. Безусловно, мы ждем и реализовывается программа по переселению соотечественников из ближнего зарубежья, да и из дальнего зарубежья тоже. И из Боливии даже переселяются. Да, цель, которая обозначена губернатором, да, и то, как она была обозначена на послании, все-таки она о том, что Хабаровск, Хабаровский край открытый, и приветствуются на территории все, власть к этому открыта, есть политический импульс, и это хорошо. Как развиваются крупные агломерации? Политическая воля, создаются хорошие, качественные условия жизни. Это работа, это здоровье, это интересная жизнь, культура, туризм, о котором сказано в программе стратегического губернатора. Поэтому все условия здесь создаются, в том числе и жилье доступное и так далее. Есть федеральные программы, программы дальневосточный гектар, ипотека, и то, что сейчас делается губернатором и его командой непосредственно. Поэтому всех приветствуют, и это абсолютно реальные цифры для того, чтобы Хабаровск стал городом-миллионником. Михаил Владимирович недавно давал еще интервью, уточняющее, где проводились параллели города-спутники и так далее. Видение стратегическое заключается в том, что агломерация должна развиваться. За счет своих внутренних сервисов, за счет развития экосистемы, за счет удобства и комфорта жизни, за счет наличия рабочих мест. И, в общем-то, все упирается и укладывается в те цели, которые сегодня обозначены, по которым результаты будут достигнуты нами. Ну, если ты хочешь, чтобы мы увеличивали население естественным способом, да, то надо прежде всего заботиться о молодых, да? И как раз вы отвечаете, насколько я знаю, за такую программу «Дорога молодым», да? Совершенно верно. Скажите, вот, как вы собираетесь привлечь молодежи и закрепить нашу? Какие реальные меры предусмотрены? Давать не рыбу, а удочки. Согласен. Значит, направлений у нас внутри, в рамках «Дороги молодым» много. Это и волонтерское движение, это и прямые меры поддержки молодежи, да? Да, волонтерское движение будет иметь свою ступенчатую систему развития, где каждый может себя проявить, объединив вокруг себя добровольцев, ориентированных на вот такие благие цели, да? Значит, мы видим, что это будет не только возможность себя проявить, но и возможность обрести социальный рост в рамках социальных лифтов. То есть это попадание в кадровый резерв, это назначение структуры правительства, это начало развития профессионального по государственным институтам, да? Значит, вот в этой части так. Естественно, предусмотрены и меры поддержки и льгот. Это и карты, которые будут разрабатываться для волонтеров, для молодых, да? Там будут учтены много мер поддержки. Что касается дополнительных, кто, например, ориентирован на армию и военную службу, да, будет открыт лагерь «Авангард», об этом губернатор тоже сказал, где у нас подразумевается, что до 6 тысяч молодых смогут пройти обучение более ранее, подготовить себя к военной службе, да? Поэтому надо учить развиваться молодежи, совершенствовать, самое главное, свои способности. Не ожидать возможностей, потому что возможности, они всегда открываются, а вот иметь такую очень высокую мотивацию и совершенствовать, совершенствовать способности. Вот помогать развивать эти способности правительство намерено. Умный регион, что это за проект такой? Расскажите подробнее. Мы частично о нем уже говорили в этой студии не раз. Это развитие, допустим, такого сервиса, как социальная карта. Это увеличение количества сервисов, прикрепленных к порталу госуслуги. Это Хабаровский край на связи, проект, который мы запустили. То есть это в отдаленные поселки, чтобы был высокоскоростной интернет? В отдаленные поселки, чтобы был высокоскоростной интернет, и чтобы все были элементарно на связи, чтобы мобильный телефон работал. Но с точки зрения «Умный регион» это все-таки более глобальный проект. Это такая цифровая экосистема, такой, скажем, базис цифрового уровня развития, которого надо достичь. Он нацелен на то, что у нас с вами все больше и больше социально ориентированных сервисов будут оцифровываться. Это и прием к врачу. То есть мы рассчитываем сократить время на запись к врачу до 20%. То есть увеличить у пациента поток и людей, обращающихся за помощью к врачам по здоровью. Это и увеличение пропускной способности транспорта за счет камер наблюдения. И так далее, и так далее. То есть это много-много сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта, умных светофоров, умных остановок. Это интересный большой проект, который требует отдельного обсуждения, где можно было бы детально рассказать по каждой. А можно сразу спрошу про проект «Карта дальневосточника»? Я понимаю, что пока только проект, но что это такое вообще будет? Значит, есть культурная карта, за которую мы тоже отвечаем. Пушкинская карта, Михаил Ильич отдельно ее обозначал. Карта дальневосточника – это так называемая карта Муравьева-Амурского, которого предполагает. В некоторых регионах, в Москве применяется опыт, социальная карта москвичей, где внутрь объединены социальные сервисы. Это проездные, мы вначале с вами обсудили, это дополнительные формы оплаты государственных услуг через эту карту. И самое главное – льготы, которые закрепляются за этой картой для определенных категорий граждан. Поэтому она объединяет в себе много направлений и повышает комфорт использования ее обладателями. Это было бы интересно посмотреть, как это все будет реализовываться. Еще один момент – это туризм. Не первый год говорят о туристической привлекательности Хабаровского окрая. Вроде бы есть интерес. Я понимаю, что он сейчас несколько угас со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы понимаем, по какой причине. Хотелось бы, чтобы многие приезжали сюда. За счет чего планируется привлекать туристов из других регионов? Или, может быть, как-то внутренний туризм внутри нашего региона? Потому что у нас здесь много достопримечательностей. Куда добраться-то, наверное, достаточно проблематично. Да, направление флагманское, потому что оно выделено губернатором как одно из пяти направлений. И потенциал, конечно, к развитию здесь колоссальный. Сразу хочется отметить, что... Многие так задают вопросы. Средств и денег на то, чтобы по щелчку развить это направление, конечно, нет. Но создать точку притяжения для развития этого направления в крае возможности есть. И нам руководитель это все подсказал. И определена цель, что необходимо провести туристический форум в Хабаровском крае. Куда привлечь всех акторов этой индустрии, гостеприимства, туризма, ательеров, всех сервисников, операторов, создателей туристического продукта. С точки зрения потенциала он огромен. И мировая экономика это показывает. Есть страны, которые сегодня живут за счет туризма полностью. Въездного, внутреннего и въездного. Значит, более 10% вклад в мировой ВВП. Сегодня в Хабаровском крае, и, наверное, можно говорить о России, но в Хабаровском крае предметно, в зачаточном состоянии это направление деятельности. Развивать и развивать. Это и природа, это и промысловый туризм, это и те артефакты, которые здесь имеются. Амурские столбы, это и петроглифы Сикачи-Алян, это Шантарский архипелаг. Природа, города с потрясающей историей, культурой. Здесь есть что посмотреть, но главное это все показать. И еще что главное. Что такое форум? Все приехали, увидели открытую власть, увидели руководителя, который ориентирован на изменения, который ориентирован на то, чтобы были созданы условия для развития. Надо создать вот эту точку притяжения. Она будет создана по поручению губернатора. Поэтому понадобится время, мы видим, как развиваться, и результаты будут по этому направлению. Ну и напоминаю, что вы можете оказать правительству помощь. Заходите, допустим, в инстаграм Александра Никитина, еще раз адрес покажем, и высказывайте свои предложения, можете даже замечания, только конструктивные. У нас в гостях был Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.